Паново, витаю вас, Микола Матвиенко. Ваше внимание хочу предоставить такую культуру, как кизил. Вначале хочу сказать, что большая заслуга в деле становления этой культуры в Украине и в мире принадлежите Клименко Светлане Валентиновне, в которой были созданы практически все сорта, культивируемые в данный период. Она также перевела эту культуру на сортовую основу. Напомню также, что очень широко используется эта культура в кулинарии, в медицине, а также растения есть отличным медоносом. В отношении кулинарии, то, я думаю, все вы можете попробовать и приготовить шедевр украинской кулинарии. Это борщ из кизила. И сейчас начнем знакомство с сортами. Одним из первых, начиная сезонное созревание, это сорт Элегантный. Вы видите его на своем экране. Сорт отвечает названию. Очень элегантные и вкусные плоды. Следующий сорт, который я хочу предоставить вам, это сорт Светлячок. По сроках созревания он где-то под конец августа будет. Напомню, что элегантный, практически нащижает сезон потребления. Это начало августа. По вкусовым качествам, большого различия я не наблюдаю. Однако, такой сорт, как гренадер, который вы видите, на мой взгляд, имеет самые вкусные плоды. Данный экземпляр, это уже практически конец у всех сборов. Поэтому на дереве мало плодов. Очень много плодов я вам сейчас продемонстрирую на почве. Одна из особенностей также этой культуры, это то, что предозревание воды высыпается. Группа желтоплодных сортов я вам продемонстрирую на сорте лагидной. Вы видите на своих экранах. Особенность еще желтоплодных сортов то, что плоды по сравнению с другими меньше держатся на дереве. И завершает сезонное потребление сорт семен. Это самый позднеплодный сорт в данной коллекции. Вся эта коллекция, я уже наговорил, принадлежит Клименко Светлане Валентиновне. Она является автором этих сортов. Они также районированы и введены в культуру. Благодарю вас за внимание. Больше информации по культуре плодовых пород на сайте Хочу Сад.